Глубоко уважаемый Дмитрий Станиславович, глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Приветствую всех из Санкт-Петербурга, которые всегда рад участвовать в Московской школе гастроэнтерологов. Позвольте мне быть немножечко патриотичной и вспомнить 1904 год, когда впервые Нобелевская премия по физиологии и медицине вручилась отечественному ученому. Это был Иван Петрович Павлов, и формулировка была «За труды по физиологии пищеварения», которые расширили и изменили понимание жизненно важных аспектов этого вопроса. Иван Петрович был приглашен в Стокгольм, в концертный зал, где в присутствии королевской семьи и великих умов начала XX века была произнесена Нобелевская речь. Там он использовал специфическую терминологию, медицинские термины и говорил о ротовой полости, слюны и железе, желудок, поджелудочная железа. Но вот когда он сказал о пищеводе, он назвал его так – «трубка, идущая изо рта желудка». Конечно, сегодня мы понимаем, что пищевод – это не просто трубка, и он выполняет не только транспортную функцию. И, конечно, он заслуживает того, чтобы в МКБ и 10-го, и 11-го пересмотра были отдельные нозологические формы, которые посвящались именно этому органу. В МКБ-11 будет отдельная форма – гастроэзофагально-рефлюксная болезнь. Напомню, что до сих пор ее не существует. Мы говорим только о гастроэзофагальном рефлюксе с азофагитом или без. Несмотря на то, что мы уже много знаем, и на регулярной основе появляются новые клинические рекомендации. Только за последние два года, да, их было три. Но, тем не менее, до сих пор ГЭРП считается каким-то простым заболеванием. Изжога не опасным симптомом, что само лечится достаточно просто, и вообще не повод обращения к врачу. Давайте же рассмотрим эти случаи, когда мы можем получить определенный подвох. Итак, в чем сложность номер один? Сложность в самом современном пациенте. Я очень удивлюсь, если ко мне придет на прием пациент и скажет, что у него изжога, и замолчит. То есть какой-то моносимптом. Нет, сегодняшний наш пациент, это полиморбидный пациент, да еще с ОВЛЭП-синдромом, где в основе этой полиморбидности, ну как минимум у каждого третьего, а где-то и у каждого второго, лежит ожирение. Мы знаем, что при ГЭРП 87 и более процентов случаев это будет какая-то сопутствующая патология, и в тройку, помимо гиперхолестериномии, артериальной гипертензии, всегда ходит ожирение. Итак, ожирение – это дополнительный фактор риска. Мы знаем, что оно повышает практически частоту встречаемости всех заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, ну за редким исключением, например, целиакия и ВЗК, ну и в частности заболевания пищевода тоже шансы растут от двух до четырех раз в зависимости от формы эрозимной пищевод Баррета или аденокарцинома пищевода. На сегодня мы уже знаем, какие причины развития ГЭРП. С одной стороны, это и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, повышение внутрибрушного и внутрижелудочного давления, увеличение частоты эпизодов приходящего расслабления нижнего пищеводного сфинктера, снижение кислотного клиренса, сам жир является метаболически активной тканью. Ну и, конечно, все-таки надо признать пациенты с избыточной массой тела, это пациенты, у которых изменено пищевое поведение и рацион питания. Отдельно хочу обратить ваше внимание на нарушение моторики у данных пациентов. Мы знаем, что на регулярной основе, где-то 3-6 раз за час, длительностью по 10-30 секунд, у любого пациента, любого человека даже правильно, проходит приходящее расслабление нижнего пищеводного сфинктера. И они сопровождаются признаками желудочно-пищеводного рефлюкса, когда поступает из желудка в пищевод содержимое. Но, как правило, это только газ. Если пациент здоров, если же речь идет о рефлюксной болезни, туда поступает жидкое содержимое. И мы видим классические работы, что по мере повышения индекса массы тела, количество эпизодов приходящих расслаблений нижнего пищеводного сфинкта значимо повышается. У нас есть и другие работы, которые говорят, что просто сделать, например, манометрию или импедансметрию иногда бывает недостаточно, что часть нарушений моторик на отдельных исследованиях может быть не видна. Но пациенты с патологическим ожирением чаще спрадают нарушения моторики пищевода, начиная от неудовлетворительно пищеводного клиренса, гипотензии, пищевода-щелкунчика, ну и любых других неспецифических нарушений моторика пищевода. Что мы еще знаем про пациентов с ожирением? Да, они чаще всего полиморбидны, и если уже не начинают ходить к врачу, речь идет уже о полипрагмазии, когда каждый специалист хочет полечить искренне от души. И если это возрастная категория от 60 лет до 85, то стоит обратить внимание и спросить те лекарственные препараты, которые принимает пациент. Ну, а у молодых пациентов это, конечно, в том числе и биологически активные добавки. Зачем мы это делаем? Мы понимаем, что если полипрагмазия, это увеличение риска побочных реакций, ну и низкий комплайнс. Раньше мы не могли сказать по частоте симптомов, ну вообще по каким-то внешним, условно говоря, признакам, какая форма ГРП у нашего пациента. Потому что при равных количествах изжог, это мог быть и при визуализации эрозивная форма, и пищевод Баррет, ну и так называемый НР. Но если перед нами пациент с ожирением, у нас есть данные о том, что не в 2,5 чаще раза страдают эрозиями пищевода, особенно в когорте пациентов от 40 до 70 лет. Что для нас значит эрозия пищевода? Это значит, что чаще возникают вне пищеводные проявления. Ну и вот последние публикации говорят, что даже диета здесь ни при чем. Рассматривалась Албания, это страна, которая на побережье Средиземного моря. Тем не менее, тесная была выявлена связь с ожирением эрозивной формы, ну и в свою очередь эрозивная форма с хроническим кашлем, ларингофаренгиальным рефлюксом и с любыми внепищеводными симптомами. Поэтому у нас есть дополнительная сложность. Это вычленить пациентов, а таких может быть до 25% случаев, у которых только внепищеводные проявления, там легочная, кардиологическая, стоматологическая или самая распространенная отоларингологическая маска. И 10 раз задумываться, а мой ли это пациент, а не надо ли его отправить дополнительно к кардиологу, если это пищеводная боль, к неврологу, если среди симптомов присутствует жжение во рту. Сейчас, да, это разновидность невропатия. Ощущение кома в горле должно сподвигнуть вас, да, рассмотреть вопрос, а не нужен ли психотерапевт, ну и холитоз. Несмотря на то, что очень многие ищут причину во рту, например, там и хеликобактер пилори начинает ускать, и вот в недостаточности кардии, уважаемые коллеги, 90 форм – это интраоральная причина, где нужно прежде всего позаботиться стоматологу о нашем пациенте. Ну и мы дошли до сложности номер 3 – это лечение пациентов с ГЭР. Мы очень много по-прежнему делаем акценты на диете, запрещая все только, что можно, но последние данные говорят, что нам надо, главное, избегать переедания, вычленить продукты-триггеры, снизить массу тела, бросить курить, а вот рекомендации по частому дробному питанию не обоснованы. К сожалению, все фразы, которые связаны с образом жизни, но воспринимаются не то, что негативно нашими пациентами, но вот так настороженно. Ну и те работы, опросы, да, которые уже есть у нас, показали, что более половины респондентов не могут изменить свое пищевое поведение, они пытаются соблюдать диету, или, честно говоря, что, вы знаете, а я даже и не пытался соблюдать диету. Даже если пациентам рассказать о том, что есть продукты питания, которые могут негативно сказаться на симптомах ГЭР, ну, как показало вот это исследование, да, оно приведено на слайде, что, да, пациенты знают, но продолжают потреблять те продукты, которые предполагаемо вызывают ГЭР так же часто или даже чаще, чем бессимптомные пациенты, несмотря на выраженность или частоту симптомов заболевания. Поэтому последние рекомендации еще раз подчеркивают, что главное это общение, наладить контакт с пациентом и не уставать обучать наших больных. Во время первого визита еще раз рассказать пациентам о важности, о механизмах ГЭР, о контроле веса, образе жизни, о диетических рекомендациях, ну и, конечно, сподвигнуть их на снижение массы тела. Между тем, пациенты не очень-то активно соблюдают наши рекомендации. Всемирная организация здравоохранения сказала, что есть как минимум 200 причин, почему это происходит, и разделила их на несколько факторов, в том числе социально-экономических, системных, которые связаны со здравоохранением, все, что связано с болезнью. Ну и я обращаю ваше внимание на факторы, которые связаны с пациентом и обусловлены терапией. Это нежелательные реакции и даже страх перед нежелательными побочными эффектами. Уважаемые коллеги, давайте сделаем все, чтобы минимизировать эти страхи и сами нежелательные побочные реакции. В марте 2023 года был опубликован новый согласительный документ. Он получил название Prescribe International, Drugs to Evoid, то есть те лекарственные препараты, которые стоит избегать, потому что они вызывают побочные эффекты. Там есть подразделение от дерматологии до офтальмологии. Я показываю вам на слайде выдержку из части, которая относится к гастроэнтерологическим патологиям. Там четко указано, что нейролептики, донперидон, метапимозин, драпиридон могут провоцировать аритмию, внезапную смерть, а донперидон как минимум повышает риск ишемического инсульта. Эти побочные эффекты неприемлемы, учитывая симптомы, для лечения которых они используются, ну и учитывая чистоту гастроэзофагального рефлюкса в случае донперидона. Что же мы можем использовать, если мы уже подчеркнули, что налаживание моторики – это важная часть лечения пациента, в том числе сложных с ожирением. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, где эксперты РГА рекомендуют именно этаприд как высокоэффективный и безопасный препарат. Речь идет об оригинальном препарате Гонатон. В стандартной дозировке 50 мг 3 раза в день он относится к средствам патогенетического лечения, поскольку и нормализует двигательную функцию, и уменьшает количество приходящих расслаблений нижнего пищеводного сфинктера. Если же речь идет о добавлении донперидона, ну, например, к базовой терапии ингибиторами протонной помпы, амипрозолу, как вы видите, он не дает клинических преимуществ у пациентов с непищеводными проявлениями. Никакой статистической разницы между группами по проявлению ларингофарингеального рефлюкса, например, осиплость, першение, кашель после еды, да и даже изжога и диспепсия получено статистически не было. Где еще одна сложность лечения – это рефрактерные формы ГЭР. Что такое рефрактерность? Ну, это когда двойные дозы ингибиторов протонной помпы не работают в течение 8-12 недель. Потенциальных механизмов огромное количество, но в том числе, да, есть такой пункт, как аномальный кислотный рефлюкс, сохраняется, несмотря на терапию. Почему могут быть рефрактерные формы на фоне ингибиторов? Ну, потому что воздействие негативно оказывает не только соляная кислота. При PH2-4 это могут быть тауриновые конъюгаты желчных кислот, лизолицитин, ну, а при высоких значениях активны и деконъюгированные желчные кислоты, и нельзя исключить повреждающее действие трепсина. Уважаемые коллеги, поэтому, я думаю, неудивительны те работы, в том числе и метаанализы, которые демонстрируют низкую эффективность ингибиторов протонной помпы при внепищеводных проявлениях рефлюксной болезни. Ну, и у нас есть такие подсказки, да, лайфхаки, где ингибиторы протонной помпы часто эффективны, ну, например, при некоронарогенной боли в груди, при сердечной аритмии, нарушениях сна, дентальных эрозий. Ну, а вот если речь идет о пациентах с хроническим кашлем, с ассоциированной астмой, ларингоферангиальными симптомами, с комком в горле, здесь нужны дополнительные лекарства для стойкого облегчения симптомов. Ну, перед вами алгоритм, который был предложен в клиническом гайлайне американской колледжа гастроэнтерологии по ведению ГЭРБ. Как мы, да, работаем у пациентов, которые не полностью отвечают на ингибиторы протонной помпы. В идеале мы должны провести плаш-импедансометрию на фоне ИПП два раза в сутки. При получении аномального результата рассмотреть целесообразность экскалационной терапии. Что имеется в виду в том числе, это добавить прокинетические формы. Ну, в нашей, да, клинической практике. Что мы знаем? Последний метаанализ, это 2021 год, показал, что прокинетики увеличивают эффективность терапии ГЭРБ в комбинации с ингибиторами протонной помпы. 22%. Причем добавление прокинетиков срабатывает даже там, где есть так называемые рефрактерные формы рефлюксной болезни даже с большей эффективностью. Что нужно, в чем нужно убедить пациентов? Что если мы хотим стабильного эффекта, все-таки длительность терапии должна быть не 7 дней, не 10 дней, да, как написано в некоторых форм, да, мы не можем их дольше назначать, например, из-за побочных эффектов домперидона. А все-таки длительность терапии более 4 недель. Я еще раз обращаю ваше внимание на препарат ганатон, это предогидрохлорид, который один из плюсов, которого это его метаболизм. Он не проходит через систему цитохрома в печени. Он идет через половинзависимую монооксигеназу. Где это важно? Ну, в тех ситуациях, например, когда идет речь о межлекарственном взаимодействии. И мы точно понимаем, что ингибиторы протонной помпы идут через систему цитохрома в печени. И тримебутин идет через систему цитохрома и домперидон идет через систему. А если мы назначаем этапридогидрохлорид, никакого конфликта за право обладать системой цитохрома с ингибиторами протонной помпы не возникнет. Ну и, конечно, еще один важный момент, который связан с оригинальными и дженерическими препаратами. Да, разница все-таки существует. Мы говорим, что оригинальный ганатон это сбалансированный состав вспомогательных веществ и прогнозируемая биодоступность. Ну и перед вами такие яркие картинки, которые сравнивают дженерические формы две. И вы видите, что из-за изменения вспомогательных веществ они набухают, разрыхляются, частицы неоднородные. Ну и прошло 30 минут, основная масса таблетки все еще сохраняет свою изначальную форму. Ну или происходит образование каких-то хлопьев, как при деструкции, и длительное высвобождение действующего вещества. Ну и еще одна картинка, это уже увеличение стократное под микроскопом. Вы видите, что при оригинальном этаприде ганатонии частицы обособлены, не склонны к объединению в агрегаты. Они будут хорошо всасываться, активно работать. Но в случае дженерических форм образуются неоднородные крупные хлопьеобразные структуры, которые склонны к объединению и могут задерживать высвобождение действующего вещества. Итак, уважаемые коллеги, место резюме. Перед нами пациент с ГЭП. Это не всегда легкий пациент, у которого с первого раза получается эффективно купировать все симптомы. Если так происходит, задумайтесь о том, а со своей стороны сделала ли пациент все, чтобы убрать симптоматику. Нормализовал ли он образ жизни, снизил ли он вес, бросил ли он курение. Ну, а наша задача, да, это не только контролировать уровень ПАЖ в пищеводе, но и устранить сам рефлюкс. На сегодняшний день единственной группой препаратов, которая способна устранить рефлюкс, являются прокинетики. Ну, и мы с вами обсудили, что среди прокинетиков приоритет следует отдавать этапридогидрохлориду в связи с его более высокой эффективностью относительно других представителей группы, а также более высоким профилем безопасности. Ну, и надо использовать все свое красноречие, все-таки убедить пациента принимать препарат гонатон 8 недель. Спасибо большое. Спасибо большое.